Неделя большого бокса. Сильнейшие борцы из 25 регионов России на протяжении 4 дней сражались в Чебоксарах. Сегодня прошли финальные бои первенства России по боксу среди профсоюзных команд на призы главы администрации города. За боями на ринге наблюдали и мы. Три раунда по две минуты. За это время молодым людям необходимо было доказать свое превосходство в технике, скорости и силе. В центре маунтинбайка соревновались юноши 15 и 16 лет. Параллельно проходил чемпионат профсоюзов среди женщин и первенство Чувашии по боксу среди юниоров. Среди юношей 2003-2004 года рождения в финал вышли три мастера кожаной перчатки из Чувашии. Один из них Владислав Алексеев, воспитанник Канажской спортивной школы имени Воронкова. Кандидат в мастера спорта за четыре года провел более 80 боев. Одержал победу в 69-ти. Призер Приволжского федерального округа 2019. Ему повезло и сегодня. Он стал чемпионом весовой категории до 57 килограмм. Я очень долго трогался. Ну, я был сильнее духом. Но у меня все равно был страх. Ну, это должен быть указано. А до этого два раза боксировал на Россию. Настрой был только на победу. У нас что-то не сложилось. Вот до этого был Приволжский федеральный округ. Владислав там занял только третье место. А так, и последний шанс отобраться на Россию – это Центральный совет профсоюзов России. Так что, то, что мы планировали, то, что шли к отбору к этому, задачу он выполнил. Поставлены. Есть ошибки. Будем работать. Готовиться на перенство России. У Владислава два тренера. Они уверены в своем подопечном, но всегда переживают за каждый пропущенный им удар. Мурашки по коже постоянные. Постоянный страх. Ведь когда пропускают они это, пропускаем и мы, значит, мы где-то что-то не доработали. А так, конечно, мы очень горды за наших ребят, которые побеждают. В финальной схватке одержал победу и наш юный спортсмен Кирилл Юртаев, подопечный мастера спорта СССР Александр Григорьева. В боксе он уже 9 лет, имеет первый юношеский разряд, провел 109 боев, в 83-х одержал победу. Победитель Центрального совета общества «Динамо» подтвердил свой титул чемпиона весовой категории до 63 килограмм и в этот раз. Всегда хочется большего, хочется, чтобы все наши победили. Но спорт, он очень справедлив, распределяет так, кто как готов. Иногда хочется выйти, да, и думаешь, ну почему ты вот этого, почему ты не сделал, да, вот. Конечно, душой переживаешь, да, где-то радуешься, где-то огорчаешься, да. Но это молодые мальчишки, и у них есть впереди большая дорога. И вместе с тренерами, со старшими проявить себя, завоевать, так же, как и наше поколение. И до нас люди завоевывали золотые олимпийские медали, медали чемпионатов мира. Я уверен, что и дальше наши спортсмены будут показывать высокую технику и достойно представлять нашу республику. Воспитанники Чувашской школы бокса показали достойные результаты на соревнованиях среди профсоюзных команд. Все победители этих боев получили путевку на первенство России. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.